А Умань сегодня празднует Новый год. Хасиды, а их там почти 20 тысяч, со всего мира на улицах поют и танцуют. Столы ломятся от множества блюд. Но все-таки иудеи больше думают не о том, что на столе, а о том, что в душе. Считается, именно сегодня можно вымолить прощение за любые грехи. В самом Израиле к стене плача не протолкнуться. Сергей Ауслендер о том, как празднуют у них и как у нас. В маленькой Умани многолюдно. Паломники из Израиля не только буквально наводнили город. Оказаться здесь в праздник Рошашана для хасидов великое счастье. Здесь покоится их учитель Рабин Ахман. Власти опасались беспорядков. Местные устали от шумных приезжих. Но то ли усиленные меры безопасности, то ли магическое словосочетание Новый год праздник проходит без происшествий. В Израиле это большая группа, что они уверены, что они приходят сюда и они видят большие чудеса. В Израиле наступление нового 5774 года от сотворения мира празднуют с размахом. В старом городе Иерусалима идет шоу «История святой земли». История эта оживает игрой теней света прямо на стенах града Давидова и зрители, потрясенные увиденным, молча внимают. Самые стойкие после представления идут по старому городу в компании экскурсоводы. Это называется прогулка раскаяния. Под новогодние мелодичные, только на местный манер песни, сидят они и слушают, как зародился праздник Рошашана. Люди в этот праздник ищут искупление, ищут ответы на вопросы, ищут важные и приходят сюда. Здесь все зародилось и здесь они пытаются понять суть этого праздника. В семье Гельбер типично израильско-умеренно-религиозно это один из главных дней в году. За столом 4 поколения. От дедушки Элеезера, который лет на 30 старше государства Израиль, и до его правнука Эйтана, которому всего несколько месяцев от роду. А на столе все как положено. Трапеза идет по порядку, завещанному тысячи лет назад. А сейчас мы видим яблоки, макая их в мед, чтобы наступающий год был сладким. И вот так на столе сплошные символы. Зерна граната, чтобы каждый из нас был полон добрыми делами, как этот плод косточками. Голова рыбы, чтобы были мы в голове, а не в хвосте. Финики, чтобы закончилась горечь нашего бытия. И еще много чего. Тем, кто сильнее других жаждет искупления, прямая дорога к стене плача. Ближе к Богу места нет, считают иудеи. Это и не стена вовсе, а своего рода почтовый ящик. В первый день месяца Тишрей судит Всевышний Человечество по делам его. И прощения надо просить заранее. Роша Шана – это не Новый год в привычном нам понимании этого слова. Здесь, конечно, есть и застолье, и праздник, но главное все же другое. А именно, это возможность начать жизнь с чистого листа. Сначала. Поэтому в этот праздник в Израиле обязательно желают друг другу хатима това. То есть хорошей записи в книге судеб. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро. Телеканала Интер. Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова